Добрый день, дорогая церковь! Добрый день, дорогие братья и сестры! Это размышления в контексте последнего времени, и снова хочу вернуться к теме разделения, потому что эта тема продолжает активно муссироваться сейчас в церковных, евангельских кругах. И очень много можно слышать с высоких кафедр спекулятивных утверждений по поводу того, что нам ни в коем случае сейчас нельзя допустить разделения, нужно объединяться, нужно сохранять единство. И говорится это в таком контексте, с таким прицелом, что вот в церкви сейчас появились некоторые люди, которые обычно это люди, которые не служители, не рукоположенные, это какие-то выскочки, они на ютубе что-то вещают, они вообще пытаются в потаемных комнатах вещать какие-то свои идеи, а идеи эти сводятся к тому, что это какая-то такая лютая конспирология, они там предрекают уже апокалипсис, они там говорят о том, что там седьмина скорбная наступает, что Господь грядет, там второе пришествие скоро, вот, а еще они к тому же сейчас противятся властям, вот, не хотят адекватно воспринимать реальность, с учетом вот этого заболевания, которое там косит всех и вся, против объективных, адекватных медицинских процедур, которые помогают людям сейчас с их здоровьем, в общем, сеют эту панику, потому что сами подвержены этому страху, панике, и влияют на неокрепшие умы вот этой вот, как я уже сказал, лютой конспирологии, при том, что сами духовно являются банкротами и слабо вообще разумеют, что утверждают и в чем пытаются убедить других людей. То есть вот приблизительный вектор обвинений и ярлыков, так сказать, такой обобщенный диагноз людей, настоящей церкви, настоящего тела Христова, людей, которые сейчас слышат Бога, которые вводимы Духом Святым, которые сейчас пробудились, которые действительно активно ожидают Господа Иисуса Христа, которые трубят об этом, которые предупреждают церковь об опасности начертания, которое сейчас развернулось полным ходом, и таким образом сейчас действительно занимают здоровую, полноценную, духовную, зрелую позицию как должна занимать в это последнее время церковь, настоящая невеста Иисуса Христа. Итак, поговорим о разделении в библейском контексте. Для начала я прочитаю вам стих из Евангелия от Луки, 12 глава, 51 стих. Это очень такой непопулярный стих для проповеди, но он записан в Евангелиях, это слова Господа Иисуса Христа. Звучит он следующим образом. «Думаете ли вы, что я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение?» Интересно, что тема разделения прослеживается в библейских текстах буквально с самых первых стихов. Бог отделил свет от тьмы, и на протяжении всей истории Библии Бог всегда является Богом разделения, Он отделяет зло от добра, нечестия и грех от святости. Вообще понятие святости дословно с иврита переводится это слово как «быть отделенным для». То есть Бог проводит эту черту, Он всегда отделяет нечестие, Он отделил сатану, сбросив, отдалив его от своего престола. И в конечном итоге суд Божий, который состоится в конце времен, он будет именно в контексте разделения. То есть грех получит должное воздаяние, должную оценку и будет навсегда отделен от Божьего в присутствии в гиене огненной. А святость, чистота, преданность Богу, преданность Его Слову найдут вечную жизнь и будут находиться в Божьем присутствии, будут отделены для Бога в Его присутствии во веки веков. Следующий фрагмент, которым я хочу поделиться вам из Евангелия от Иоанна, это опять же таки слова Иисуса Христа, 9 глава, 39 стих, звучит этот фрагмент следующим образом. «На суд пришел я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слеп». Читая Евангелие, мы видим историю жизни и служения Иисуса Христа и то противостояние, которое ему пришлось претерпеть именно с религиозной системой. Такое наибольшее, наиболее агрессивное, такое давящее противостояние он как раз претерпел в рамках противостояния религиозной системе тогдашней, которая была такая отшлифованная, такая идеальная, такая вот богатая, такая правильная, книжная, но вот тем не менее она не распознала приход Господа Иисуса Христа и в конечном итоге, совещаясь, приняла решение, что его нужно уничтожить. Но в противовес этому истина о том, что Иисус является Христом, является Мессией, вот эта истина была принята немудрыми века сего, как говорит Писание, простыми людьми, на которых с позиции религиозной системы стоял вот этот вот диагноз, вот это клише о том, что это глупые, необразованные, недуховные люди, невежды в слове, которые из стороны в сторону бросаются на какие-то идеи и не держатся здорового, здравого учения фарисейского, в рамках которого они как раз бы и поняли и осознали, что вот этот вот плотник из Назарета, он ни в какие в рамки не входит, он совершенно не может соответствовать, да и, естественно, не соответствует никаким библейским пророчествам о Мессии. Все это ерунда, вымысел, и, соответственно, это все лжемессия, которого нужно отвергнуть, и ни в коем случае его нельзя ни принимать, ни верить в Него. Ту же самую картину мы наблюдаем сегодня. Современное христианское фарисейство напрочь не готово к приходу Господа, напрочь не различает время, в которое мы живем, вообще совершенно не понимает, в какой системе координат оно находится, в какой системе координат, прежде всего, находится сам Господь, и в какой системе координат нам нужно находиться вместе с Ним. принимает начертания, поощряет это, является, по сути, такой сточной канализационной системой вавилонской блудницы, которая передает, которая вещает вот этот вот посыл обольщения для своих братьев и сестер, то есть вводит тело Христова в заблуждение, говоря о том, что не скоро придет Господь, не верьте этому, еще нам тут жить и жить на этой земле, надо тут обживаться, служить Богу, тут евангелизировать, в общем, какие-то там чудеса творить, в общем, еще куча планов громадье, как говорят, строить тут молитвенные дома, расширять воскрылья, расширять тут эти союзы, объединения, и не стоит нам ждать Господа, нечего верить, опять же, впадать в эту конспирологию по поводу того, что сейчас современное иглоукалывание это метка, это все глупости, принимайте, не беспокойтесь, служите Богу, не выдумывайте, в общем, все будет хорошо. И таким образом, в полной мере, исполняется вот это вот место из Писания, как оно исполнялось тогда, 2000 лет назад, так оно исполняется, и сегодня. Это вот этот фрагмент, который я зачитал из Евангелия от Иоанна, 9 глава 39 стих, о том, что те, кто говорит, что они видят, на самом деле слепы, а те, кто сейчас ищет Господа, которые взывают Господу, которые хотят понять, которые хотят разобраться, те люди, которые хотят разобраться в том, в каком времени мы находимся, чтобы принимать сейчас правильные решения касательно иглоукалывания, касательно вообще событий, которые нас ожидают, касательно ближайшего будущего Церкви, будущего этого мира, люди, которые ищут ответы, вот как раз они и стали теми, и кому Бог открывает эту истину, и которые становятся зрячими. И таким образом исполняется еще одно место из Писания, о котором я говорил в самом начале, это Евангелие от Луки 12, 51, о том, что Иисус своей истиной, своим присутствием, своей бескомпромиссностью сейчас Дух Божий вносит это разделение. И разделение это в теле Христовом, прежде всего, в теле Христовом происходит сейчас, потому что исполняется место из Писания, где говорится о том, что время начаться суда с Дома Божьего. Бог действительно сейчас отделяет истинную церковь, истинную невесту от ложной церкви, от обмершленной, от лаодикийской церкви. Мы помним из книги Откровения, что лаодикийская церковь – это та церковь, где Иисус Христос не находится в ней, он стоит за дверьми, он стучит в эту дверь, время благодати еще не закончилось, и лаодикийская церковь может открыть свое сердце, может открыть двери своих молитвенных домов и впустить туда настоящего Господа Иисуса Христа. Он стоит у двери и стучит. Но если это не будет сделано, она будет отделена от Его присутствия навсегда. И вот это разделение сейчас, вот это время, в которое мы живем, это и есть время разделения, время, когда Бог начинает свой суд над своими, для того, чтобы осветить, очистить, приблизить, сохранить, уберечь тех, кто верны Ему, и вскрыть помышления и намерения сердечные тех людей, которые называют себя братьями, которые называют себя христианами, но по сути своей уже продались, продаются, метят себя меткой этого мира, меткой духа этого мира, и таким образом, по сути, становятся той самой вавилонской блудницей, которая, будучи обольщена духом этого мира, сама обольщает и тех, на кого она пытается сейчас влиять. Какая отличительная черта этой фальшивой церкви, которая выдает себя за церковь, которая, как, опять же таки, если мы говорим о периоде церкви сейчас, как о периоде лаодикии, то внешне выглядит как богатая, успешная, такая вся правильная, ну вот как фарисеи, которая ни в чем не имеет нужды, но на самом деле является жалкой, нищей, слепой и ногой с позиции оценки Господней, с позиции самого Господа Иисуса Христа. Вот какая отличительная характеристика такой общины? Это мы видим в послании к Тимофею, второе послание Тимофея, третья глава, пятый стих. Здесь написано, что «Имеющий вид благочестия, силой же его отрекшиеся, и это действительно так». То есть вот Иисус именно лаодикийскую церковь в этом обличал и говорил о том, что «ты думаешь, что ты имеешь благочестие, но на самом деле оно показное. Это не то благочестие, которое от меня, и в этом, в твоем благочестии нет моей силы, там нет Духа Святого, там вообще нет моего присутствия, как мы уже говорили». И вот потрясающе, что людям Павел пишет Тимофею и говорит ему, чтобы он такую рекомендацию давал и наставлял братьев и сестер, и такую рекомендацию мы сейчас, по сути, получаем от Господа Иисуса Христа. Если мы прочитаем завершение этого стиха, 5-го, здесь написано «таковых удаляйся». А в книге «Откровения» написано «выйди народ мой оттуда, чтобы не подвергнуться тебе осуждению вместе с ней». Поэтому действительно сейчас в Церкви настоящей нужно пройти через это разделение, нужно отделиться настоящей невесте Иисуса Христа, нужно выйти из этого вивлона, нужно оставить вот эту атмосферу, вот этой лжи. Да, возможно, для этого придется оставить общины, может быть, какое-то общение, может быть, даже оставить близких и знакомых людей. Но это нужно сделать для того, чтобы остаться верным Господу. И в этом терпение и вера святых, говорит Писание. И противовес вот такому разделению, если мы говорим о том, что Бог проводит объединение, то нам сейчас, как верующим людям, которые понимают это время, которые, как я уже сказал, находятся в правильной системе координат, которые ожидают Господа, правильно понимают то, что сейчас происходит вокруг, действительно нужно объединяться друг с другом. Нужно объединяться вокруг таких служителей, таких пасторов смелых, которые говорят об этом. По возможности искать и находить, и пребывать, и быть частью таких общин, которые не поддаются гнетам союзов и каким-то вот этим вот давлением религиозным сверху, остаются независимы, но полностью зависимы от водительства Духа Святого. И в это последнее время будут сбережены Богом, будут наполнены Духом Святым, будут ходить в дарах и силе Духа Святого и продолжат возвещать эту истину для того, чтобы, как Павел сказал, чтобы, говоря эту правду, говоря эту истину, мы могли в это последнее время спасти, по крайней мере, некоторых. Еще немножко о разделении. Я сказал о том, что разделение — это Божий почерк. И вот интересно, что вот как раз экуминизм, вот какое-то такое вот маниакальное желание объединяться и ни в коем случае не пребывать в состоянии какого-то вот такого вот просеивания, разделения, то есть только объединяться, только быть вместе, только бы, не дай Бог, не произошел какой-то раскол. Вот это вот проявление конкретно дьявольского, сатанинского Духа. Потому что если мы посмотрим в Писании, да или вообще просто посмотрим на ход истории, то мы видим, что желание все и всех объединять, размазывать нравственные границы, нравственные ориентиры, все смешивать, все превращать в единое целое — это как раз дьявольская позиция. Он в конце времен поставит своего человека, который будет править всем этим миром, он узурпирует всю власть — и религиозную, и политическую, и финансовую. Все будут вынуждены ему поклониться. Это вот глобализация, как инструмент сатаны в этом мире, он давно уже в действии, и мы видим, как это на самых высоких уровнях политических сейчас проталкивается в мире. Сатана полностью размазал практически вот в Европе, в современном западном обществе нравственные ценности, потому что сейчас вы и в церковь можете ходить, и гомосексуализмом заниматься, да уже и педофилия в принципе тоже дело неплохое. Можно жить вообще просто безнравственной жизнью, или можно просто жить счастливой жизнью без Бога, и там нужен вам Бог, ну выбирайте себе какого-то Бога, а не нужен Бог, так не нужно. Конечно, наука, современная как бы наука, да, и в том числе вот эта фармакея, медицина, они нам кричат о том, что мир произошел от обезьяны, там большой взрыв, в общем еще какая-то куча разных теорий, но только не от Бога. И в принципе мы все в этом можем находить для себя какое-то единство, потому что мы все люди, мы все самовыражаемся, каждый вправе выражать себя как хочет, и мы можем и должны принимать друг друга такими, как мы есть. Вот, и соответственно, как бы человек в конечном итоге мерило всех вещей, это идея гуманизма, вот, и вот она должна быть главенствующей, то есть человек определяет для себя, что для него хорошо, что плохо, мы уважаем позицию других людей, и соответственно можем вот в таком формате мирно сосуществовать. Поэтому, как вы видите, вот эта вот идея какого-то такого огульного объединения, это вообще дьявольская концепция, это он дух объединения, если уже так и говорить. И когда вот эти вот идеи проникают в христианство, то, как вы понимаете, на самом деле они не способствуют продвижению истины Божьей, они как раз ее замазывают, растушевывают, и погружают верующих людей в какое-то вот такое вот аморфное, обмершленное состояние, в рамках которого они уже не способны различать на самом деле, что происходит, откликаться на призыв Божий, придерживаться святости, вот такого посвящения, отделения себя от мира для Бога. И эта тенденция сейчас явственно просматривается в христианских кругах. Даже вот эта вот позиция, о которой мы уже говорили, касательно иглоукалывания, по поводу того, что либо вообще не касаться этой темы, как-то так вскользь обходить ее, вообще в проповедях не касаться скользких тем. Опять же таки, для того, чтобы не дай Бог не случилось какое-то разделение, нежелание лезть как бы в тему изучения о последнем времени, вот эти вот мудрые в кавычках рекомендации о том, что вы люди духовные, да, рекомендации верующим с кафедры, о том, что вы люди духовные, вы там по поводу эукализации сами разберетесь, что вам делать и что нет, но мы всех принимаем и таких, и других, и в общем, это лично ваше дело. То есть вот это вот конкретное такое проявление, именно вот этого вот экуминистического, объединяющего такого состояния духовного, которое сеет в церкви дух этого мира. Но повторюсь еще раз, Писание говорит, церкви настоящей нам, как верующим, удаляться, такого сообщества, вот таких лидеров, в кавычках, которые сеют вот эту вот ложь, и не поддаваться этому влиянию. Если мы еще раз посмотрим на Иисуса Христа, то вот тоже заметим о том, что Иисус Христос никогда не был христианским политиком, и Он никогда не был точно дипломатом. И по сути, из-за этого Он и пострадал, из-за того, что Он так агрессивно разделял многие вещи в рамках своих высказываний и служений, Иисуса, собственно говоря, и распяли. Потому что фарисеи приняли решение о том, что вот эта смута нам не нужна, потому что сейчас и римляне придут, нас захватят, потому что Он обольщает народ, потому что Он разрушает устои, уже сложившиеся, которые крепко в руках своих держали фарисеи. Он разрушает их авторитет, в общем, Он все разрушает, Он все разделяет, все разрушает, он вообще совершенно как бы вне формата ихнего находится, поэтому лучше от Него избавиться. Апостолы, когда активно проповедовали Евангелие, на них повесили такой ярлык о том, что они всесветные возмутители. Опять же таки, да, вот, всех возмущают, сеют смуту, страхами пугают, какими-то судами Божьими, но на самом деле, вот сейчас мы с вами, верующие люди, можем общаться друг с другом, можем прославлять Господа именно благодаря тому, что эти всесветние возмутители тогда не остановились и не умолкли. Поэтому в завершении хочется сказать словами Иоанна Крестителя, обратиться к Лаодикийской церкви и сказать следующую, напомнить следующую фразу. «Кто внушил вам бежать от грядущего гнева? Сотворите же достойный плод покаяния. Это то, что сейчас необходимо церкви. Сестою у двери и стучу, сказал Иисус Христос. Если впустите меня, войду и буду вечерить с вами, а вы со мною». Время еще есть, но время очень близко. Время заканчивается, и как бы нам не быть опоздавшими, как говорит Писание. А церкви, которая сейчас пробудилась и которая сейчас активно ожидает Господа, хочется сказать и подкрепить ее словами из послания к евреям. Я уже говорил об этом, упоминал этот фрагмент, где написано, что нам надо выйти за стан, неся его поругания, быть готовыми к гонениям, быть готовыми к ярлыкам, которые вешают сейчас на нас, но продолжать стоять в слове, продолжать возвещать эту истину о том, что Господь грядет. пускай нас называют конспирологами, но мы будем теми конспирологами, которые, как пророки, видя и понимая то, что движется впереди, понимая суть вещей наперед, будем возвещать эту Божью конспирологию для того, чтобы церковь Ладикии могла еще пробудиться. Поэтому, дорогая церковь, не бойтесь разделения, будьте частью этого Божьего разделения, будьте на стороне света, пусть Господь благословит вас в вашем посвящении. Писание напоминает нам о том, что все желающие жить благочестиво в этом мире будут гонимы, но для нас это благословенное обетование, и мы можем укрепиться этими словами, зная, что избавление наше, пришествие Господа приближается. Благословения вам, дорогие братья и сестры, Маранафа. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!